Похоронный обряд — это одна из наиболее консервативных и стабильных частей традиционной культуры. Что касается традиционного похоронного обряда русского народа, то он помимо фрагментов христианского похоронного обряда, то, что, собственно, происходит в церкви, то, что связано с отпеванием, христианским погребением, включают в себя также ряд элементов народной культуры, некоторые дохристианские пласты. И, на самом деле, традиционный похоронный обряд гораздо шире, гораздо длиннее и объемнее того, что происходит на отпевании в церкви и на кладбище. На самом деле, он начинается с того момента, когда человек еще не умер, а с каких-то первых признаков смерти, с первых ее предвестников. И дальше значительная его часть в традиции проходит в доме, когда приходят люди, которые обмывают человека, одевают его в смертную одежду. И дальше приходят чтецы псалтырии, и в течение трех суток прочитают над громом смертным салтырь. Естественно, региональная вариативность очень велика, и в разных регионах какие-то части похоронного обряда могут очень сильно отличаться. Скажем, в одних регионах есть традиция заносить покойника на ночь перед отпеванием в церковь, других регионах такой традиции нет, но в целом это очень стабильная конструкция. И первые записи похоронного обряда русских, которые были сделаны во второй половине 19 века, крайне близки по своей структуре, именно по структуре обряда. Какие-то отдельные вещи могут изменяться, но вся структура, она сохранялась буквально до начала 21 века. Несомненно, в советское время в связи с атеистической пропагандой и с довольно серьезным наступлением на религиозный аспект традиционной культуры, какие-то части похоронного обряда в определенных областях исчезли. В первую очередь это, конечно, касается отпевания в церкви. Именно в советское время появляется такая широко распространенная сейчас практика, как заочное отпевание и отпевание на дому. Заочного отпевания не было в русской церкви до советского периода. И, возможно, были какие-то отдельные случаи, но вот такого заочного отпевания как нормы его не было. Но сама структура похоронного обряда на протяжении советского периода не меняется. Появляются некоторые отдельные новые элементы, такие как гражданская панихида, например. Но она встраивается вот в эту нить обряда дополнительным каким-то блоком, часто замещающим отпевание, например. Интересно, что монолитная структура обряда, которая выдержала прямое давление атеистической пропаганды, прямую агрессию, направленную на религиозный обряд, в последние 10-15 лет оказывается сломлена крайне незначительными, казалось бы, событиями. Это связано с появлением в нашей стране, особенно в регионах, в сельской местности, похоронных агентств, коммерческих похоронных агентств, которые оказывают услуги по подготовке тела к погребению на коммерческой основе, доступные, в общем-то всем желающим, поскольку стоимость этих услуг коррелирует с пособием в связи со смертью от члена семьи. Оказывается, что такое коммерческое предложение по подготовке покойного к смерти, подготовке его к смерти в морге, не в доме, оказывается гораздо более привлекательным для родственников, что, в общем, понятно, да, это довольно тяжелая вещь подготовить покойного к смерти. Оказывается, более привлекательным, чем традиционный ритуал. И, с одной стороны, это довольно понятно, но, с другой стороны, отказываясь от подготовки покойного дома, семья отказывается также от некоторых важных ритуалов, например, от обряда чтения псалтырия в течение трех дней перед похоронами. Что это значит с точки зрения традиционной культуры? Это значит, что в эти первые три дня после смерти — это время, когда душа наиболее уязвима с точки зрения народных представлений, и именно в это время ей необходима максимальная поддержка. И именно эту поддержку оказывают ей семья или приглашенные чтецы псалтырия, которые вокруг покойного в течение трех дней находятся и читают эти тексты. По народным представлениям псалтырь можно читать только в присутствии покойника. То есть нельзя отправить покойника в морг и читать псалтырь дома в это время. Хотя в некоторых регионах это допустимо, но в общем, в массе, скорее, это считается недопустимым. И получается, что вот этот вот самый важный момент подготовки к похоронам, самый важный момент подготовки перехода души в тот мир, помощи ей, оказывается невозможен в условиях работы похоронных агентов. Таким образом, буквально за очень небольшой период времени, за 5-10 лет в разных регионах России, там, где появляются маленькие похоронные агентства, которые предлагают эти услуги, традиционный похоронный обряд фактически распадается. То есть остается только отпевание, которое часто происходит в морге или уже на кладбище, и непосредственно обряд похорон, то есть который происходит опять же на кладбище. А все подготовительные этапы перед похоронами, которые должны были подготовить душу умершего, очистить его от скверны, которая привнесена была смертью, подготовить его к переходу в другой мир, они оказываются утерянными. И это очень интересный феномен, который мы можем наблюдать буквально на наших глазах. Надо сказать, что этот же процесс происходил и в других странах, но он был гораздо более растянут во времени. Скажем, в Соединенных Штатах этот процесс завершился в целом, процесс коммерциализации похоронного обряда, он завершается в целом к 60-м годам двадцатого века и постепенно приводит к появлению очень дорогих похорон и к превращению похорон в крайне, в обряд до крайней степени маркирующий достаток семьи. И накопление денег на похороны, на представительные похороны, это такая важная составляющая часть такого глобального бюджета американского человека. Что касается нашей страны, то процесс коммерциализации похоронного обряда, появление похоронного бизнеса, это гораздо более революционный процесс, чем эволюционный, поскольку коммерческие похоронные структуры появляются очень резко после распада Советского Союза. Небольшие государственные, естественно, компании, организации по приготовлению умершего к погребению и похоронам существовали в Советском Союзе, но они были очень мало доступны для населения, они были только в больших городах и, конечно, не оказывали такого существенного влияния на трансформацию похоронного обряда. Вот это революционное такое внезапное появление большого количества похоронных организаций в российском ландшафте сейчас, оно меняет не только похоронный обряд в деревнях, в сельской местности, о чем я сказала, но также оказывает существенное влияние и на похоронный обряд в городах, поскольку эти компании предлагают услуги не только по подготовке к погребению, но также по проведению поминальных обедов. При этом интересно, что предприятия общественного питания, предлагающие такие поминальные обеды, ориентируются в первую очередь на традиции поминок в этом регионе. То есть, если в этом регионе принято делать на поминальный обед компоты сухофруктов, то предприятие общественного питания непременно предложит компоты сухофруктов в упоминальном меню. Регим аспектом работы коммерческих похоронных служб являются изменения в памятниках на кладбищах. Если раньше, в общем, большая часть памятных знаков на сельских кладбищах, это были деревянные кресты, которые изготовлялись вручную родственниками или на работе умершего, то сейчас это типовые памятники, которые сделаны из камня, то есть каменные массивные плиты. Надо сказать, что это довольно серьезный отход от традиционной похоронной культуры, поскольку для традиционной похоронной культуры не просто крайне важен этот деревянный крест с точки зрения христианства, но для них совершенно неприемлемо эта огромная плита, поскольку многие респонденты, с которыми я говорила, они особенно отдельно отмечают, что они очень просят своих родственников не ставить на могилу такую плиту, поскольку она будет их придавливать после смерти. Впрочем, они уже сейчас понимают, что все равно родственники поставят именно такой памятник, потому что сейчас поставят другой памятник как-то неприлично или сложно, и почему все остальные будут с гранитными памятниками, а у нашего родственника на могиле будет стоять какой-то непонятный обычный деревянный крест. И здесь мы видим, что к нам постепенно также приходит вот это вот использование похоронного обряда для маркировки благосостояния. Ты не можешь поставить похоронный памятник, ты не можешь поставить могильный памятник какого-то слишком простой, дешевый, пусть даже он будет ближе к традиционной культуре, к тому, о чем просит тебя умирающий родственник. Таким образом, коммерческие похоронные агентства оказывают влияние на традиционный похоронный обряд в самых неожиданных местах. Например, прерывая традиционную структуру обряда, которая смогла устоять против прямых атак атеистической пропаганды, или превращая похоронный обряд и место на кладбище в демонстрацию благосостояния семьи. Но при этом в каких-то других аспектах похоронного обряда коммерческие похоронные агентства, напротив, консервируют какие-то отдельные черты, как, например, в поминальном меню, которое представляют предприятия общественного питания для проведения поминок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok